Здравствуйте! Вы смотрите программу «Космонавтика». Когда-то озеро Селигер в Тверской области было связано с главными военными тайнами страны. На самом известном острове Селигера – Городомле – после войны построили секретный завод для разработки систем управления первых советских ракет. Сегодня на острове филиал научного центра приборостроения имени академика Пилюгина. На Байконуре полным ходом идет подготовка новой экспедиции на Международную космическую станцию. До запуска пилотируемого Союза всего неделя. Это будет четвертый в текущем году старт российской ракеты по маршруту «Земля МКС». Экипаж новой экспедиции прибыл на Байконур. У Юрия Маленченко, Санита Уильямс и Акихика Хашиды последний этап на пути в космос. Сегодня мы проводим первую плановую тренировку. Планы вам известны. Корабль полностью готов. Маленченко, Уильямс и Хашиды уже были здесь в декабре прошлого года. Еще как дублеры основного экипажа корабля «Союз ТМА-03М». Сегодня же их звездный час. Космонавты надевают личные полетные скафандры. После проверки «Соколов» на герметичность экипаж знакомится со своим кораблем. На космодроме это называется «примеркой». Только теперь это не тренажер, на котором космонавты тренировались в «Звездном», а настоящий пилотируемый «Союз». Сейчас мы знаем друг друга как семья. Все действия космонавтов расписаны. Проверка укладок, тестирование средств навигации и связи. Потом полная имитация старта. Программа подготовки очень точная, выверенная. И она из года в год продолжается. И здесь как бы продуман каждая минута, каждый шаг. На Байконуре температура под 40. Но жара не вносит изменений в подготовку. Юрий Маленченко вспоминает, что его первый старт тоже был в июле. Сейчас за плечами Юрия 4 старта и 4 выхода в открытый космос. На лед почти полтора года. Программа пятого полета тоже станет насыщенной. У нас много экспериментов, около 40 экспериментов, если говорить о научной программе. Экспедиция будет работать на МКС 124 дня. Космонавты расстанутся не только с земным притяжением, но и со многими дорогими сердцевищами. Моя собака, конечно. Это потому что он как земля. Я скучаю ветер, свежий воздух берега на море. Это будет 115-й запуск корабля серии «Союз». В середине июля экипаж 05-го встретится на орбите с Геннадием Падалкой, Сергеем Ревиным и Джозефом Акабой. А в сентябре Санита Уильямс станет командиром Международной космической станции. К своему дню рождения. Летом 1973 года экипаж американской орбитальной станции Skylab отправил тревожное сообщение. На Солнце видим ад. Астронавты стали очевидцами сильнейшего взрыва на звезде. В потоке огненной плазмы они увидели лица людей. В эти дни Солнце вновь преподносит загадки. Загадочное явление наших дней. Весна 2012-го. Огромный протуберанец, похожий на сферу, соединенный нитью со звездой. Картинка буквально взорвала интернет. Посыпалась масса версий. Первая мысль – это шарик с гелием. НЛО украло газ у Солнца и теперь убегает. Солнце вот-вот взорвется. Сегодня светило преподнесло ученым новую тайну. Пик солнечной активности слишком слабый. Вспышки редкие, пятен мало. Ученые опасаются повторения, как четыре века назад Маундерского периода. Тогда вспышек и пятен на Солнце не было сто лет, а на Земле началось похолодание. Был некий сбой в обычной жизнедеятельности Солнца. И вопрос стоит в том, что, а может ли такое повториться и когда. Это съемки нашего светила в реальном времени, в разных диапазонах волн. Прогнозы ученых-солнечников, как у синоптиков, тоже всего на несколько дней. Но, как отмечают в центре геомагнитной обстановки, ошибок не бывает. Вот вы здесь видите выброс солнечного вещества. Он большой, но он произошел в основном на невидимой от нас стороне Солнца. И только краешком задел нашу сторону. Поэтому думать, что что-то опасное произойдет в связи с этим выбросом не приходится. Именно точный прогноз центра в 2001 году помог избежать неуправляемого спуска станции «Мир». Масса станции была 120 тонн. В атмосфере сгорело чуть больше половины. Если бы фрагменты упали на населенные районы, была бы катастрофа. Мы спрогнозировали, что будет магнитное буря. И эта буря очень нам помогла для аргументации нашей позиции. За два дня станция просела на 9,5 километров. Вместо полкилометра. Это подействовало на всех. Тех, кто надеялся, что можно ждать спокойного завершения. Работа космонавтов на орбите тоже напрямую зависит от прогноза солнечной активности. Если звезда буйствует, выходы в открытый космос запрещены. По большому счету, три выхода в открытый космос по полученной дозе, они равносильны, наверное, полугодовому полету, насколько я слышал. От наших медиков. Привет, ты на связи. Сегодня космонавты регулярно на связи с МЧС. С орбиты лучше видно, насколько Солнце бывает беспощадным. В России, как и два года назад, снова пожары. Сейчас очень серьезная постановка пожарами. Горит весь Дальний Восток. Парадоксально, но в эпоху технического прогресса человек все больше зависим от Солнца. Вспышки могут не только изменить орбиты спутников и вывести их из строя, но и причинить вред наземной технике, например, сотовой связи. Ученые признаются, накопленных знаний о Солнце пока слишком мало. Солнце изучено далеко не полностью. Еще множество осталось непонятных вещей. Даже такая простая вещь, как цикл солнечной активности, которая изучается уже 200 лет, причина ее неизвестна. Почему Солнце меняет свою активность периодом порядка 11 лет. Недавно специалисты Института космических исследований, благодаря эксперименту плазмы-Ф, сделали еще одно открытие. Поток солнечного ветра, то есть вещества, которое светило теряет в процессе термоядерной реакции, непостоянен, словно у Солнца есть свое дыхание. Так вот оказалось, что поток солнечного ветра состоит из отдельных струй, которые идут немножко под разными углами. Это открытие не сенсация, а еще один вклад в копилку знаний о раскаленном гиганте. На днях наш вечный спутник завершил оборот вокруг Земли, который закончился полнолунием. Научно доказанный факт – Луна влияет на человека, и не всегда благотворна. По мнению российских ученых, в полнолунии человек стареет быстрее. С другой стороны, психологи утверждают, что под светом круглой Луны обостряются чувства и чаще рождаются гении. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова